Чтобы наглядно представить себе отличительные особенности интонации, сделаем тонограммы этой фразы с русской интонацией и с английской интонацией. А теперь послушайте, как звучат эти тонограммы. С русской интонацией «Я вчера ходил в кино», а теперь то же самое, но с английской интонацией «Я вчера ходил в кино». А теперь давайте внимательно, предметно посмотрим, чем отличаются два этих звучания на примере этих тонограмм. Диапазон речевого голоса в английском значительно шире диапазона речевого голоса в русском. В английском первый ударный слог фразы произносится в подавляющем большинстве случаев на самом высоком уровне диапазона голоса, а неударные слоги незначимых начальных слов звучат очень низко. А вот в русском языке незначимые слова, стоящие в начале фразы, звучат достаточно высоко. В английском языке ударные слоги выделяются движением тона сверху вниз, а в русском языке снизу вверх. В английском ядерные тоны, содержащие падение голоса, начинаются более высоко и достигают более низкого, чем в русском уровне диапазона. А тоны, начинающиеся с подъема, кроме high rise and rise fall, двигаются вверх с более низкого, чем в русском уровне речевого голоса, и заканчиваются выше, чем в русском. В русском языке подъем тона и падение тона более резкий и за краткий промежуток времени, а в английском языке падение и подъем являются более плавными и происходят за больший промежуток времени. В целом, ассортимент тонов в русском языке более бедный по сравнению с системой сложных и составных ядерных тонов английского языка. В русском языке восходящий и нисходящий тоны могут соединиться в одном слоге только в очень эмоциональных высказываниях. Безударные слоги в предтакте low pre-head и в затакте low tail произносятся на самом низком уровне диапазона голоса, который не используется в русском языке. В английских высказываниях всегда присутствует слово, получающее наибольшее выделение и оформленное ядерным тоном. А в русской речи все ударные слова получают приблизительно одинаковую степень выделенности. И последнее. Слова в синтагме произносятся слитно. По сути синтагма по своему звучанию очень похожа на звучание многосложного английского слова. Такое представление об английской синтагме помогает произносить ее слитно, без пауз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!